привет всем любителям прекрасного ну вот я опять колесю по свету с карамелькой защикую и снова я еду в ялту ребят выдался такой прекрасный солнечный и теплый денечек я ехала и я реально кайфовала и хотя путь довольно не близкий это около тысячи 100 километров и занимает в общей сложности на 15-16 часов пути мне так легко ехалось ребятам я любовалась этими осенними красками осенними пейзажами и я не могу не поделиться с вами города сменяются сезонами полями растет километраж а вместе с ними меняются пейзажи и рельефы я обожаю такую осеннюю пору когда тепло и солнечно ясно-голубое небо иногда пролетают косяки перелетных птиц направляющихся куда-то теплые страны когда деревья еще не сбросили свои листья и можно любоваться всеми оттенками и переливами желто-зеленых красок со всплесками наглядных мордовых пятен это пожалуй моя самая любимая пора конечно любое время года по-своему прекрасна зима со своими белоснежными сугробами и искрящимися снежинками весна когда все пробуждается и наполняется свежестью и сочностью красок и конечно же теплое лето время отпусков и пикников ну вот мы с вами уже в Крыму вы заметили как изменился ландшафт и какие сочные краски нас здесь встречают вот Крым я люблю в любое время года это горная местность эти смешанные леса это пение птиц крик надоедливых чаек а какой здесь чудный воздух ребята надо будет как-то смонтировать видео как мы бродили по горным тропам хотя это и не касается орхидеи но вы знаете что в Крыму тоже встречаются природные орхидеи и кстати сейчас мы с вами проезжаем примерно те места где в горах весной находили цветущие дикие орхидеи а если вам будет интересно я сделаю видео о природным орхидеям произрастающим в окрестностях горного и степного Крыма ну это если будет интересно дайте знать ну а мы с вами подъезжаем к прекрасному городу который называется Алушта а затем еще чуть-чуть скоро-скоро будет Ялта море, солнце, чайки и конечно же те орхидеи которые меня дожидались целых три недели вот заодно и посмотрим бегло какой был за ними ход и как они меня дождались надеюсь вам было интересно прокатиться со мной и полюбоваться этой чудесной золотой осенью а вот мы и в Ялте Ребята, хочу бегло снять такое коротенькое видео в пункте трехнедельного моей отлучки здесь вот мои пакованы, которые я привезла свои, которые забирала и некоторые с дому привезла растюшки хочу показать, что до сих пор до сих пор цветет мой красавчик Бэтмен посмотрите, тремя цветочками правда но еще цветет уже такие цветочки выгоревшие но они такие вот плотные и даже не собираются еще отсыхать я думаю, что и те первые отпали только по той причине что было очень-очень жарко так, здесь вот мои лопухи посмотрите, какой лист вырос у гигантинного гибрида вот даже не знаю, как вам показать короче, руки мои не видно вот такой вот лопух вот такой ширину ну, правда, еще пока цветонос у него ну-ка, фокусируйся в непонятном таком состоянии новый он пока не выдает но раскупливает некоторые корешули а когда же я тебя получала по-моему, где-то в августе он приходил так, тут котлейки растят ростики они были до недавних пор на улице но их занесли, когда сильно похолодало там там тоже лист лопушинный вырастила ой, боже, ну как же тебя звать-то не было в общем, желтенькая красавица потом я покажу ее вам отдельно, наверное в общем, практически все живы-здоровы единственное, что одна бросоволка у меня тут то ли перегнила то ли пересохла и немножечко подзалиты некоторые экземпляры вот, например ладигесия я ее сушу сейчас я ее поставлю еще на бумагу потому что мох прям аж течет с него вот те, что во мху очень сильно прям такие мокрые-мокрые вот тут тоже котлейки висат ванда все с ней хорошо здоровски до сих пор тоже цветет еще мой воду одним цветочком ой, единственное, что это посмотрите как пожрала одна сволочь по-другому я не назову листья у дендробиума он, правда, тоже залитый такой весь мокрый-мокрый у Роя Токунаги моего посмотрите все листья у молодых именно ростов пожеванные вот они, старые листья все хорошо все год они не поедены а вот молодые росты молодые листья вот они все поедены даже сожран вот так вот молодой рост я была в ужасе когда увидела это все вот тут вот даже валяются листики я так понимаю молодого роста да видите пожамканные поеденные листочки даже у этого маленького ростика тоже листочек как будто прям аж понадкусаны вот такая прожорливая тварь и вы знаете я нашла эту тварюку прожорливую виновницу вот она она вот это вот гусень пировала тут моем дендробиуме пока меня не было ну естественно никто не мог понять что происходит да и вообще как бы даже не не заморачивался на что-то с этими листочками вот она она отъелась я думал она уже упорхала превратилась в куколку и упорхала нет вот оно оно сие чудо не знаю может быть когда я вынимала дендробиум из воды она упала потому что я ее искала ну красивая конечно красивая но пожрала мой дендробиум мою урою это кунагу я думала она блин переселится еще на кого-то точнее переселилась нет она с него не слазила пировала вот такая вот зараза ну ладно речь собственно говоря не о ней посмотрите какая прелесть у меня распустилась сейчас я его достану попробую попытаюсь среди того что здесь вообще уже места просто нету катастрофически не хватает будет заняться тем чтобы повесить лампы и развесить орхидейки чтобы они тут не толпились это моя лекарства хамана чего-то там на кого-то там хамана я сам на лекарство концентрация почему-то думала что она другая у меня абсолютно а это я увидела что желтенькие цветочки подумала что это ароматика или арантика что-то из нее но нет это вообще другая ну вот пока еще наедаем бурбочку там появился корешочек в принципе она не сильно она не залита она даже полусухая ну такая влажненькая вот густик вот она бульбочка начинает уже накушиваться так а вот там у меня расцвела моя прелесть которую я очень долго ждала но было очень холодно и он долго держал свои бутошечки ой-ой-ой сейчас я тебя еще и поломаю тут ко всему да сейчас 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 везде такие жесткие листья у всех напились это дэдробиум биом энэ дэкапл сплэш цветочек это только еще распускается он еще не распустился до конца три распустились но один перевернутый потому что его тут переставляли перевешивали абы абы как и вот цветонос он даже свой изогнул слегка хотя изначально первоначально тянулся вверх к свету вот красавчик бледненький я думала что он будет нам немножечко поярче но я думаю все-таки не хватило ему света потому что до светки не было нам не включалось во время моего отсутствия и я же говорю ему света доставалось наверное не очень много и поэтому вот такие вот светло сиреневые сплэшки я бы сказала но там есть еще и розовые сплэши я вам потом покажу на солнышке как это все прекрасно выглядит потому что камера сейчас все передать не может вот такая красота у меня начала распускаться наконец-то и дождалась меня ко всему плюс на этом я буду заканчивать пока-пока